Всем привет дорогие друзья! Я нашла именно тот рецепт чебуреков, который получается у всех, получается всегда в идеале, абсолютно идеальное тесто, которое расслаивается, получается красивыми пузырьками, оно очень хрустящее. Я вам покажу все дальше, а готовится это тесто как всегда проще простого. И сейчас я покажу как. Я на это тесто перешла не так давно, раньше всегда готовила по крымскому рецепту, а сейчас перешла на это. Мне оно нравится намного больше, оно получается более хрустящее и намного удобнее с ним работать, оно вообще не приставучее. В воду добавляю сливочное масло и немножечко растительного масла. Оно нужно больше для пластичности теста и для его эластичности. Также добавляю сюда соль и ставлю на огонь до закипания. В чашу просеиваю муку, желательно взять глубокую чашу, в которой мы сможем муку сделать вот такой вот красивой воронкой. Делаем воронку поглубже, до самого дна. И теперь закипевшую массу с маслом вливаем внутрь воронки. И эту горячую массу начинаем перемешивать вместе с мукой. Муки нам больше не понадобится, наше тесто и так получится идеальным и даже не нужно будет в принципе брать на подпыл, только если вам совсем прям будет неудобно. Перемешиваем нашу массу. Вначале она будет казаться вам такой рыхлой, которая не соберется. Вот посмотрите, я специально подольше покажу немножечко этот процесс. Когда наша масса плюс-минус соединилась, добавляем сюда водку. Но масса не должна быть прям как кипяток горячей. Иначе, если мы добавим водку, она сразу начнет у нас испаряться. А нам наоборот, нужно, чтобы водка начала испаряться, когда мы будем уже жарить наши чебуреки. И тогда, собственно, будет больше вот этих вот пузырей воздуха. И будет более хрустящее тесто. Смотрите, я вот так вот еще рублю лопаткой просто. Пробую, чтобы уже руками было удобно, чтобы масса была не горячая. И начинаю просто руками собирать тесто. Оно прекрасно собирается. Я его лопаткой помесила, ну, может быть, минутки две, может, три. Чтобы оно немножечко подостыло, собралось. И у нас заваривается немного мука. Благодаря этому тесто будет вначале более мягким и удобным в замесе, в самом начале. А дальше оно станет плотнее. И с ним можно будет удобно работать. После того, как собрала я тесто в ком, немножечко займусь ним на столе. Его нужно хорошо размешать, чтобы не было никаких у нас белесых комочков муки внутри. Чтобы оно у нас стало абсолютно однородным. Тесто вообще не прилипает к столу абсолютно. И к рукам вот оно тоже не прилипает. Сейчас оно еще вот такое вот рыхловатое, я бы сказала. Но скоро оно поменяет абсолютно свою структуру. И оно сейчас такое немножко мягковатое. Как бы с ним сейчас удобно работать. И вымесить его сейчас удобно. Но после холодильника оно станет у нас намного плотнее. И уже тогда мы сможем с вами лепить наши чебуреки. Замешиваю наше тесто еще пару минут. Оно как и такое плотное, так и мягкое, удобное. Вот я не могу передать точно его структуру. Отправляю тесто в холодильник, завернув его в пленку. И занимаюсь начинкой. Взяла две такие хорошие крупные луковицы. Так как муж у меня не любит лук, я его перетерла на терку. С шипами. И добавляю сюда фарш. Вы можете лук просто мелко порубить. И добавляем его в фарш. Фарш у меня здесь свиноговяжий. Прошу сразу даже не писать плохие комментарии по поводу настоящих чебуреков. С каким-либо фаршем, либо с говяжьим. Кто как считает правильным, так и делайте с таким фаршем. У меня это свиноговяжий фарш. Для того, чтобы чебуреки мои не были сухими. Перемешиваю их с луком, солю и перчу. Больше никаких специй я сюда добавлять в этот раз не хочу. Можно добавить немножечко кориандра. Я все тесто, весь фарш не использую сразу, потому что он может не уйти весь. Допустим, половину фарша беру и начинаю добавлять в него воду. Обычную холодную воду. Я бы сказала, даже немножко ледяную вот такую вот воду начинаю добавлять. Фарш прекрасно в себя принимает воду. Посмотрите, нужно добавлять ее столько, чтобы внизу у нас не оставалась плавать жидкость. Посмотрите, у меня нету внизу никакой жидкости. И при этом фарш становится мягче. Это даст нам тот самый бульон, который все любят в чебуреках, чтобы он внутри был сочный, такой с паром. Красота. Вот такой вот мягкий-мягкий фарш у нас должен получиться. Также я буду использовать сыр. Это на любителях, кто не считает правильным так делать чебуреки, пожалуйста, делайте по своему вкусу. Я буду использовать сыр. У меня обычный голландский сыр, порезала кусочками. После холодильника, когда тесто наше полежало минимум полчаса, а то и час желательно, оно вот стало вот такой вот структурой, намного плотнее. Его вот так вот тоненько можно вообще раскатать будет. И при этом оно хорошо держит форму. Очень эластичное и, я бы сказала, такое тухенькое, прямо намного более эластичное, чем когда мы его замешивали. И намного тверже, я бы сказала. Беру комочек теста размером с небольшое куриное яйцо и начинаю раскатывать. Воспользуюсь металлической скалкой, к ней тоже вообще ничего не пристает. В принципе, к этому тесту вообще ничего не пристает. То есть, его можно раскатывать на столе, не припыляя мукой абсолютно. Если у вас есть большое желание, можете припылить немножечко стол мукой. Но это тесто, вы видите, вообще не пристает. Раскатываем тесто максимально тонко, насколько вам позволяет ваша совесть. Тесто должно быть вот таким прям полупрозрачным. Не на штрудель, конечно, но вот практически. Чем более тонко вы раскатаете тесто, тем более красивее у вас получатся чебуреки. Этот комочек теста с куриное яйцо я раскатываю в круг диаметром где-то 22-24 см. И сюда укладываю столовую ложку с небольшой горкой фарша. Распределяю его по всему чебуреку и наверх кладу сыр. Закрываю это всю красоту тестом и немножечко прижимаю по фаршу, чтобы выпустить лишний воздух. Чтобы наши чебуреки не поразрывало потом в масле и не выбегал наш сок. И ничего не брызгало. Хорошенько залепливаем, конечно же, вот здесь все стыки тыльной стороной руки. Или просто пальчиками залепливаем. И берем вот такое вот чудо техники, которым мы вокруг обрезаем наш чебурек. Чтобы он стал симпатичный. Вот такой вот чебурек у нас получился. Сейчас сделаем ему брата и будем отпускать их жарить. Для того, чтобы определить можно ли жарить чебуреки, беру маленький кусочек теста и опускаю в горячее масло. Если начало шкварчать, то уже можно отправлять жарить чебуреки. Огонь не самый максимальный. Где-то средний, может даже чуть больше среднего. Отправляю в него чебуреки. Они должны вот так вот сразу красиво начать шкварчать. Иначе у вас не получится хрустящего чебурека, они просто напитаются вас маслом. Как показывает опыт, обратная сторона чебурека всегда получается более симпатичная и волдырчатая, чем первая, на которой мы жарим. Ну, почему-то это так. Сейчас я хочу показать, насколько эти чебуреки получились хрустящие. Жарятся они довольно быстро. Боже, как он хрустит и какой он вкусный. Запах сумасшедший стоит. Это просто красота. От него невозможно оторваться. Посмотрите, какой он расслоистый внутри получился. Как слоеное тесто, прям как будто бы. В общем, это идеальный рецепт, который получается у всех. Я думаю, что вы должны попробовать и порадовать своих близких такими вкусными-вкусными чебуреками. А с вами, как всегда, был Кекс. И не забывайте, конечно же, поставить палец вверх. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok